На совете было отмечено, что олимпийский проект позволил улучшить экологию курорта. Уже действует программа «Ноль отходов» по утилизации твердых бытовых отходов. Проходит реконструкция канализации очистных сооружений, а котельные переводят с мазута на более экологичное топливо – газ. Контроль за состоянием природы в Сочи будет продолжен. Комплексная система экологического мониторинга воздуха, земли и моря будет действовать и после зимних игр. Результаты комплексного экологического мониторинга представлены в открытом доступе на сайте погода.сочи.ру. Это как один из компонентов олимпийского наследия. Эта система останется, она будет расширяться, усовершенствоваться. Новая транспортная логистика, а также современные дороги и развязки сделают работу общественного транспорта более экологичным. Весь пассажирский поток возьмут на себя электрички и автобусы большой вместимости, которые будут курсировать с короткими временными интервалами. Это еще одно важное направление работы в улучшении экологической безопасности курорта, считает глава города. Нет ни одного города, страны нашей, который бы провел такие мероприятия, направленные на экологию, и это правда. Мы реально понимаем, что мы много уже сделали, но мы прекрасно понимаем, что и дальше придется этим заниматься. Пример бережного отношения к природе уже демонстрирует молодое поколение сочинцев. В День защиты окружающей среды волонтеры, к примеру, благоустраивали орнитологический парк в Эмеретинской низменности. Добровольцы также выпустили на свободу болотных черепах, которые занесены в Красную книгу Краснодарского края. Рептилии вырастили в эколого-биологическом центре курорта. Туда их приносят жители города, которые находят этих животных на своих садовых участках или автотрассах. Акция в орнитологическом парке стала лишь одним из множества мероприятий по восстановлению экосистемы Эмеретинской низменности. Здесь после окончания строительства олимпийских объектов планируют проложить экологическую тропу. А в Красной Поляне во Всемирный день окружающей среды прошел эколого-просветительский праздник. Его финалом стала высадка однолетних растений в вольерном комплексе Кавказского заповедника. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Акция «ФКТ» Удачи. О чattan о� NFL «ФКТ» Продолжение следует... Продолжение следует...